Там это необходимо. Мы рассмотрим такую тему, как вариационная симметрия. И это позволит нам перейти к основной теме, это калибровочные преобразования, калибровочные поля. Ну, теория, которая является в каком-то смысле, скажем так, основой, что ли, аппарата современной теоретической физики в области таких, ну, что ли, в такой области, как, скажем, калибровочные симметрии, как физика, там, элементарных частиц или общая теория относительности. Но, разумеется, во всех этих науках все эти вопросы, они решаются на своем специфическом языке, да, то есть приспособленным для своих конкретных задач. А, значит, мы рассмотрим, ну, математическую основу, будем считать этого всего дела в таком неполном варианте. Ну, как бы, пойдем со стороны математики, что ли, вот, не как физики, да, со стороны математики. И, ну, наверное, в полном объеме у нас это не получится рассмотреть. Там, в конце я, пожалуйста, выдам работу, которая является, ну, что ли, вот, воплощением этой идеологии, о которой мы с вами будем говорить. Вот, ну, какие-то простые примеры, значит, применения вот этого принципа, значит, построения, там, скажем так, калибровочные варианты лобнинджанов или, ну, вот этих лобнинджанов свободных полей, мы посмотрим. Ну, в частности, возьмем какое-нибудь, я, по крайней мере, пока так планирую, возьмем какое-нибудь очень хорошо нам известное уравнение, уравнение ньютона, и посмотрим, значит, что получится в свободное уравнение ньютона, да, решение, которое нам интересует, и посмотрим, что получится, если, а, найти его, значит, симметрию и построить, значит, эти вот калибровочные, что ли, поля, то есть калибровочные проектования, построить калибровочные поля для уравнения ньютона, значит, что получится. Вот. Так, ну, поэтому давайте, я кратко сначала напомню, постараюсь, вот, содержание нескольких лекций, которые, значит, в прошлый раз вы слушали, уложить в одну, ну, или, там, в часть этой лекции, вот, значит, давайте я напомню, во-первых, как понимается симметрия, вот, значит, сначала симметрия многообразия, затем симметрия дифференциальных уравнений, затем, значит, разная форма критерия симметрии, то есть это будет, ну, как бы повторение, я думаю, не лишним будет, потому что, ну, это все помнится только тогда, да, с этим постоянно имеешь дело, да, если это так было, хотя бы год назад, тогда все забылось. Итак, значит, о чем идет речь, ну, во-первых, мы будем рассматривать преобразование ЛИ, да, вот, преобразование ЛИ, ну, я не знаю, как-то именировать, что ли, понятие, которое я помню, значит, преобразование ЛИ, вот, это, на самом деле, у нас, что такое, это групповые преобразования, вот, являющиеся, являющиеся одновременно, ну, непрерывными и, вообще-то, достаточно хорошими, то есть, будем считать гладкими функциями, являющиеся непрерывными функциями, вот, то есть, это вот, что такое. Будем считать, что, вот, исходная, ну, координатами будем их называть, исходной координатой Х у нас преобразуется в некоторые координаты Х с волной, которые являются функцией старых координат и некоторого параметра преобразования, некоторого параметра преобразования. Так вот, про, значит, вот эти функции Х с волной, Х с волной, мы будем предполагать А, первое, вот, ну, значит, условие такой невырожденности, да, что Х с волной от Х отлично от старого Х, да, при А неравненном уровне Х, при А неравненном уровне, условие невырожденности. И второе, это, ну, вот такое групповое свойство преобразования, значит, Х с волной, значит, от Х с волной Х, А, В, вот, то есть, видите, такое, как бы, сложное преобразование, ну, или, как-то, композиция преобразования, то есть, здесь вот стоит первое преобразование, которое зависит от параметра А, вот, это старое, что-то, координаты Х, вот, а потом мы к этой преобразованной координате, то есть, еще раз применяем преобразование, мы уже с параметром В. Так вот, значит, называется следующая форма. Вот, значит, так просто, да, то есть, это, как бы, преобразование старой координаты с суммой вот этих параметров. Ну, и мы предполагаем, что вот эти вот функции Х с волной, Х с волной, это непрерывные, ну, если можно, там, значит, гладкие просто функции, да. Вот, то есть, очень не строго, но, значит, для практики достаточно, значит, определения. Итак, такого типа преобразования, преобразования ЛИ, можно показать, что они образуют группу, ну, кратко, да, с чем это связано. Во-первых, есть у нас тут рождественное преобразование, как в группе должно быть, вот, это преобразование с параметром А равным нулю, значит, ничего не преобразуется, будем считать. Вот. Во-вторых, для каждого преобразования с параметром А, очевидно, есть обратное преобразование. Обратное преобразование будет соответствовать у нас параметру В. Ну, вот, если преобразование А у нас есть с параметром А, то обратное преобразование будет, соответственно, естественно, параметром В равным минус А. Получится на улице. Вот. Ну и третий закон, ну, или первый закон, надо считать. Это, значит, ассоциативность. Тоже очевидным образом выполняется. То есть, для трех преобразований, то есть, если тут написать, у нас тут написано композиция двух преобразований, а для трех преобразований, вот, если мы запишем композицию трех преобразований, ну, понятно, что у нас будет в результате сумма трех параметров, да, и в каком порядке производить эти преобразования, все равно, понимаете, да? То есть, А плюс Б плюс С или А плюс Б плюс С. Вот. Все эти три условия, значит, они необходимы для того, чтобы целокупность образовывала группа, они выполняются. И так, значит, следующее понятие – это многообразие и инвариантность многообразия. Слово очень, как бы так, не строго, но то, что необходимо для практики. Под многообразием я буду понимать совокупность решений, ну, вот таких вот уравнений. То есть, это множество, значит, координат, которые удовлетворяют, ну, соответствующим уравнениям. Ну, разумеется, как бы предполагается, что у нас, да, кроме, так говоря, единицы до некоторого лица. Вот, разумеется, предполагается, что это множество не пустое. Да? Вот. Вот. И сразу следующее понятие – это инвариантность. То есть, что означает, что мы, или что, что какое-то преобразование симметрии у нас, точнее, вот многообразие M, оно у нас инвариантно относительно некоторого преобразования симметрии. Ну, или преобразование симметрии у нас сохраняет многообразие. Понимается под этим следующее. А вот условие инвариантности выглядит таким образом. Если у нас вот эти вот функции, значения, что ли, вот этих функций на преобразованных координатах, они, сейчас совпадаем со значением функций на исходных координатах, вот, ну и, в силу того, что эти у нас равны нулю, вот, очевидным образом они будут определять то же самое многообразие, да? Вот. Ну, как бы, ну, вот это, что ли, первое равенство, оно такое, как бы, уносит, ну, очевидный характер, да? А какой смысл тогда дописывать вот это вот последнее равенство? Ну, можно понимать это следующим образом, что на самом деле, конечно же, само многообразие, оно зависит от того, какая вот здесь вот константа, да, вот то, что ноль, это одно многообразие, а если тут будет какая-то другая константа и изменится, да, ну, мы, конечно, ее можем перенести там, да, сюда вот, налево, и сказать, что это у нас изменится функция, вообще говоря, многообразие изменится, да, вот. Ну, и поэтому, соответственно, вот это вот последнее равенство нулю говорит нам о том, что то же самое многообразие сохранится, которое было вот задано вот этим, вот этой исходной системой уровня. Это условия инвариантности. Ну, а, значит, дальше, если мы говорим о том, что вот эти наши новые координаты, они соответствуют вот этим вот преобразованиям ли, вот, которые зависят от параметра, да, то, значит, появляется у нас критерий инвариантности, критерий инвариантности. Ну, значит, заключается он в следующем. Мы, значит, должны составить, то есть, вот, критерий инвариантности. Значит, а мы должны составить, вот, ну, составить и решить вот такие уравнения. Вот, значит, вот этот вот ключевое действующее лицо у нас, это, так называемый, оператор Ли. Вот что это такое. Значит, это Вот, значит, здесь и далее я всегда буду предполагать, что у меня выполняются правила суммирования. То есть, по повторяющимся индексам у меня всегда предполагаться будет суммирование. То есть, суммы я почти никогда не буду писать. Вот, раз. То есть, я тут явно снова указал, что на самом деле, вот эти иксы, которые тут были, это, вообще говоря, подразумевается, в общем случае, несколько перемен, да, вот, вот это вот икс, это тоже совокупность нескольких переменок. Ну, а тут я указал явно, что, конечно же, химирование полагается, да. Вот. А, значит, вот эти вот величины, сикаты, это величины, которые определяются у нас как раз вот этим вот преобразованием, групповым преобразованием наших координат. итак, значит, сикаты от икс, это д икс с волной, ну, поскольку я тут написал индекс, я тут тоже напишу, каты. Значит, эти величины у нас очевидным образом, здесь фатрица от а, так вот, преобразованием берется по а. При а равном нулю. При а равном нулю. Ну, видите, как, х с волной зависит у нас от х и а, да, значит, зависимость от х остается, а поскольку при а равном нулю, считаем, то зависимость от а. Вот. Так вот, критерий инвариантности, это, на самом деле, система уравнений для определения, вот этих вот величин, ксикатой. То есть, вот в этой системе уравнений неизвестными являются вот эти вот функции ксикатой от х. Вот. Ну, функции f большой, они заданы, да? Вот. Если они заданы, и, как тут написано, зависит от х, подифференцировать их, ну, чем они стоят, да? Вот. Неизвестными являются вот эти вот коэффициенты. Вот эти вот коэффициенты, ксикатой от х, они называются локальными преобразованиями. Да? Вот это вот называемые локальные преобразования, локальные преобразования лип. Вот. Ну, а в связи с этим, когда вот эти вот исходные преобразования, групповые преобразования, они называются глобальными преобразованиями, глобальными преобразованиями. Ну, и причина таких названий, она заключается в следующем. На самом деле, по локальным преобразованиям, мы имеем возможность, и глобальными преобразованиями. Так, где у нас тряпочка. Так. Тряпочка. А, вот он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого мы должны рассмотреть... То есть должны решить, что ли, вот такую систему уравнений... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Система уравнений... Обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка... И вот эти условия, которые здесь написаны внизу... Это начальные условия для этих обыкновенных дифференциальных уравнений... Продолжение следует... 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 А потому что... Начало отчета, что ли... Которое связано с Аром и НУ... Начало отчета преобразования... Оно не играет никакой роль... Ну, то есть... Примером, что ли, таких вот преобразований... Которые удовлетворяют групповому свойству... Что является? Ну, допустим, плоскость у нас есть... Мы ее начинаем вращать... Вращать... Так вот... Начальный угол, с которого все начинается... Он не важен... а важен связь, связанная с самим преобразованием. Мне, конечно, не хочется повторять, как это все получается, потому что тогда мы все время на это и потратим. Это простые такие вещи, с которых мы начинали в прошлый раз. Впрочем, я не знаю, если хотите, давайте я, пожалуйста, повторю. Есть? Думаю, дальше двигаться. У вас записи-то есть? Да, наверное, есть у вас эти записи. Итак, еще раз, если у нас задано некоторое многообразие М, и мы ищем его симметрию, то мы поступаем следующим образом. Мы, задавшись общим видом наших глобальных преобразований, записываем критерий инвариантности, которые нас приводят к уравнениям для вот этих вот величин сикатых локальных преобразований, они неизвестны. Когда мы их определяем, эти неизвестные величины, мы их знаем, восстанавливаем вот эти вот глобальные преобразования, которые дают нам симметрию многообразований. Вот, ну, значит, дальше давайте вспомним, как эта идеология, это совершенно общее понятие, да, то есть как эта идеология применяется теперь уже к дифференциальному уровню. Вот, для этого, значит, рассмотрим, рассмотрим, ну, давайте сразу же в уравнении частных производных первого порядка, ну, а потом просто вообще в уравнении считанного порядка. Итак, уравнение в частных производных. Итак, уравнение в частных производных. в уравнении в частных производных первого порядка. Вот, то есть, наше многообразие будет теперь задаваться системой дифференциальных уравнений. в частных производных первого порядка. Ну, вот, вот, какой вид обморок. Некоторые функции, которые здесь так скатываются. разумеется, мы предполагаем, что вот эти вот у альфа, у альфа, это функция, у альфа, у альфа, у альфа. Ну, и, соответственно, здесь написаны какие-то уравнения, которые, значит, являются функцией у альфа и первых производных. У альфа, альфа, альфа и первых производных. Д, у альфа, по Д и Ц. Да? И, у альфа, по Д и Ц. Просто дождество, ну, на сокращение. Вот, система уравнений. Ну, то есть, П снова пробегает значение единицы Д и Ц. Дальше. Мы определяем, определяем, ну, то, что является зависимыми и независимыми переменами. Ну, то есть, истинные независимые перемены, это, конечно же, вот эти x-карты. А, значит, все остальное от них зависит. Ну, по идее, вот, если бы знать, как выглядят у нас величины вот эти вот у альфа, да, и просто, как бы эти зависимости поставить сюда и сюда, то у нас были бы какие-то другие функции, ну, там, f с волной, которые зависит только от x-карты. Ну, то есть, истинная зависимость, конечно же, от x-карты. Вот, но, значит, мы наряду с вот этими независимыми переменами выделяем еще и зависимые перемены, то есть, сами функции. Ну, в физике это, как бы, ситуация какая, что, допустим, у нас есть дифференциальное уравнение для полей, ну, электрического поля, да. То есть, величины, вот, ну, скажем, напряженности, они зависят от координат. Да? Вот. Ну, однако, сами вот эти величины напряженности поля тоже же интересны, да, для физика. То есть, мы делаем с ними какие-то тоже преобразования можем с ними делать. Вот, поэтому, наряду, как бы, с вот этими истинными независимыми переменами удобно рассматривать еще и функции. То есть, дать им тоже такой смысл изменяемых величин. Вот. Тогда, вот эти вот глобальные преобразования или искомые, как бы, вот, ну, групповые преобразования симметрии будем искать в следующем виде. Будем говорить, что, а пусть, вот, новые наши координаты, да, преобразованные координаты, являются функциями. Дальше мы просто договариваемся, что мы так полагаем старых координат, старых функций, ну, и параметры преобразования А. Так, я, не прошу прощения, я немножко, как бы, торопился. Давай, так, я вот, ну, а, не трудно, поправить. Вот эти вот, конечно же, вот эти величины преобразования, я еще раз напишу, что они зависят от их стартов, конечно, да. Вот, и, значит, параметра А. Ну, ладно, давайте спешу сначала дальше, сейчас комментируем. Теперь новые, зависимые перемены, функции наши, да, зависят тоже от старых координат, функции, тоже от старых координат. То есть, что тут предполагается, вот, тут как бы очень важна, что ли, вот эта вот постановка сама задачи, какие преобразования мы ищем, от чего зависят вот эти вот, ну, наши преобразования. Видите как, если мы возьмем зависимость только от старых координат, мы ее и получим. Ее и получим. Ну, допустим, можно, вот, как бы опустить вот этих преобразований, вот эту часть, можно опустить. То есть, никто не говорит, что она обязательно должна быть. Тут, как бы, ну, это момент такого математического определения, какие преобразования мы ищем, да. Вот. А, значит, дальше. Ну, вот, само по себе, что ли, вот это вот выделение, да? Ну, как сказать, вот, как бы, может показаться вот несколько, ну, как сказать, а, сейчас поясню. То есть, смотрите, зависимость этих скаток, она содержится и здесь, и здесь, да. То есть, в принципе, можно, вот, вроде бы, опустить вот эту зависимость вот функций, да, и сказать, что это просто будет, ну, какая-то более сложная или просто другая какая-то вот зависимость x-волной, да. Но, вот, тем фактом, что мы все-таки пишем вот зависимость от этих зависимых перемен отдельно, ну, этим мы подчеркиваем, что, ну, как сказать, они играют такую самостоятельную роль вот в этих преобразованиях. То есть, по сути своей у альфа, это, конечно, функции от старых координат, но вот здесь вот в этих преобразованиях они как целое входят, да, то есть они играют в этом смысле самостоятельную роль. Вот. Вот. То есть, когда мы ищем преобразования, глобальные преобразования, мы вот эти вот функции считаем независимыми переменами. Вот что я хочу сказать. Вот что самое главное. Понимаете? И это момент соглашения, на самом деле, такого вот, ну, так мы договариваемся, да. Еще раз, своеобразие вот такой постановки задачи состоит следующее. Представим себе, что мы рассматриваем, ну, потенциалы или напряженности, которые зависят от координат. Вот. Такой записью мы предполагаем, что мы, ну, как бы, совершаем некоторые преобразования, да, которые у нас связывают координаты и напряженности, ну, единое целое. Понимаете, да? То есть мы не просто, скажем, там, вращаем систему координат, это были бы просто преобразования координат. Нет. Понимаете? Мы говорим так, что, а у нас, возможно, допустим, такие преобразования. Вот координата с каким-то коэффициентом плюс напряженность поля с каким-то своим коэффициентом. Ну, чтобы размерность там, допустим, была в порядке, да. Вот. То есть вот такого типа преобразования мы тоже включаем в рассмотрение. Ну, конечно, правильный вопрос, как бы, для физика, а какой в этом смысл, да? Вот. Ну, со смыслом надо разбираться дальше, когда мы эти преобразования получим. Вот, скажем, ну, мы, по-моему, не рассматривали, но, как бы, вот эта методология позволяет, допустим, рассмотреть симметрию уравнений Максвелла. И там есть такого типа преобразования, что, грубо говоря, новые координаты являются функциями только полей, старых полей. То есть как это? Вот. Да, мы закладываем этот исход в наши, что ли, здесь вот при рассмотрении. Дальше. Ну, видите, тем не менее мы останавливаемся на самих функциях. А можно, в принципе, было бы еще включать туда и производник, да? Да. И это тоже момент договоренности. То есть это можно делать, но это, конечно, приводит к совершенно, ну, как, совершенно другим, а более сложным уравнением. Вот. Значит, со всеми этими оговорками я все-таки, как бы, вот зависимость от x в преобразованиях, вот здесь вот, не буду выписывать. Подразумевая, что она есть, да, но на самом деле, как бы, ее, ну, глобальных преобразований, с этим, вот, ну, ну, ладно, я тоже не буду, хотя на самом деле, как бы, вот тут можно было бы ее зачерпнуть, имея в виду, что это теперь уже независимое преобразование, глобальных преобразований. Вот. Так. Значит, я долго на этом останавливаюсь по одной причине, что вот, что является зависимой переменной, что независимой переменной, это хитрый вопрос, и, как бы, всегда надо, когда делаешь какие-то формальные выкладки, держать в голове, вот, про что идет речь, да? Да. Вот. Значит, вот такого типа, значит, глобальные преобразования, они, значит, что позволяет определить, ну, формально совершенно, что позволяет определить, хотя бы в смысле локальном, да, мы имеем право сказать, что у нас, конечно же, вот эти вот новые функции определены, как, в том числе, как, в том числе, новые функции от новых координат. Вот. Ну, имеется в виду, что мы как-то вот сумеем разрешить вот эту вот систему уравнений, тогда мы применим вот такую функцию. Вот. А, значит, теперь, это у нас при глобальных преобразованиях вот это многообразие должно остаться инвариантным, да? Вот. Ну, критерий инвариантости, он полностью сохраняет свой вид, да? То есть, критерий инвариантности, он выглядит локальным образом, если у нас вот в этих функциях, которые определяют многообразие, входит несколько величин, то мы просто должны знать законы локальных преобразований каждой из этих величин, каждой из этих величин. Вот. То есть, формально критерий инвариантности x, значит, на f, на b, на b, записываем его, но теперь уже x, вот этот оператор x, это что такое? Значит, он включает в себя столько слагаемых, сколько у нас есть переменных вот в этом выражении, да? Которое задаёт на дифференциальном уровне. У нас есть независимые переменные x-каты и им соответствуют свои локальные преобразования. Вот. И, соответственно, ну, давайте я уже буду писать такую сокращенную форму для производства. Значит, d по dx-каты, да? Дальше. У нас есть вот эти вот функции, им будут соответствовать свои локальные преобразования. У нас есть производные, им будут соответствовать свои локальные преобразования. d, u, α, k. Ну, суммирование по всем индексам повторяющимся. Здесь сумма по k, здесь сумма по α, а здесь сумма по α и по k. Вот. А, значит, локальные преобразования всех этих величин, да, это следующее. Значит, во-первых, ну, конечно же, вот это вот глобальное преобразование x-каты задаёт нам x-каты. Ну, и тогда видно функцией чего являются эти локальные преобразования. x-каты и u-al. x-каты и u-al. x-каты и u-al. 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 Так. Ну, дальше. Поскольку мы определили для функций, ну, для вот этих вот зависимых переменных, для функций, свои глобальные преобразования, да, то этими глобальными преобразованиями задаются, конечно, локальные преобразования функций. x-каты и u-al. Вот. И, значит, вот эти вот глобальные преобразования, то есть, локальные преобразования будут функции от x-каты и v-al. Ну и разумеется, вот эти вот величины зета-альфа-каты, они уже не могут быть какими угодно. Они должны полностью определяться локальными преобразованиями независимых переменных и независимых переменных. Вот, ну и задача состоит в том, чтобы найти, как выглядят вот эти вот локальные преобразования, ну, произвольные. Локальные преобразования, произвольные. Вот, значит, я помню, как это делать. Мы можем записать. Дифференциал производный. То есть, ну, вот это вот, точнее, наши независимые функции. Значит, с одной, во-первых, мы можем расписать это таким образом. Д плюс волной, альфа-каты, по Дх с волной, ну, допустим, Эльты. Или капли. Дх с волной, капли. То есть, можем расписать, естественно, дифференциалы вот таким образом. Вот, но дальше, дальше, мы можем также расписать еще и дифференциал вот этой вот, что ли, независимой переменной, не нормой независимой переменной. Итак, что такое дифференциал вот этого Дх с волной, капли. Это? Ну, если мы теперь посмотрим на вот эту вот зависимость, это у нас будет Дх с волной, капли. Орд, Х. Ну, здесь вот, удачный момент, да, старый индекс. Теперь пишу аккуратненько, Эль на Дх, Эль. Плюс, у нас есть зависимость, вот это отличие, мы будем писать так, вот Дх, ну, чтобы, опять же, не пыталась с этим индексом альфа, я пишу ВТ, Дх, ВТ. А теперь, используя тот факт, что у меня на самом деле функцией является функциями альфа, я пишу ВТ. Дх, Дх, ВТ, Дх, ВТ, Дх, ВТ, Дх, ВТ, Парк, ВТ, Дх, ВТ, Дх, ВТ, И здесь Дх. Ну, разумеется, что-то можно вынести за скобкой и записать это в таком, ну, компактном что-нибудь. Тем самым введен оператор в полную производность. Это оператор полупроизводный, который выглядит следующим образом. Ну, то, что у нас остается, вот такая вот операторная часть. Это, во-первых, Dx плюс вот этот производный. Ну, а я буду, конечно, всегда пользоваться такой краткой нотацией. Букв меньше, но смысл тот же самый. Так, значит, я вот это вот расписал. Так. Значит, я могу продолжить, то есть, вот это равенство я буду продолжить таким образом, что здесь у меня получается D3, 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 D3. Видите? Вот. То есть, тут у меня появляется вот та самая величина, локальное преобразование, которое я хочу определить. Вот она, видите? это производная, как бы, новой функции по новой переменной. Да? Это как раз то, что мне надо. Вот локальное преобразование ее я хочу определить. Вот то же самое D у альфа я могу расписать и… Я могу, как бы, расписать и предполагаю, что сразу, сразу. У меня, в принципе-то, вот эти вот альфа, они, в принципе-то, зависят. Ну, как… Еще раз раз тут напишу. У альфа у меня является вот этим вот… Значит… У альфа от x-катых, да? И вот бета x-катых, да? То есть, в принципе, это какие-то функции просто от x-катых. Я могу и так на это дело смотреть, да? Ну… А тогда… А… Ну… Как бы, дифференциал вот этой величины, он будет записываться, как дифференциал вот этой величины, да? То есть, просто, как полная производная, значит, нашей величины умножить на вот эти вот dc. То есть, с другой стороны, я могу записать и вот такую альфа. Дальше, при дифференциальных независимых переменных я, значит, могу приравнять коэффициенты, вот, и получить вот следующее утверждение. У альфа, сейчас я понимаю, равно… А, значит… Ну, опять же, дифференциал производной, используем такую краткую аннотацию. У альфа от x-катых, вот это вот. То есть, это новое по новым, да? Ну, вот то, что тут получено, это, конечно же, такая производная неявная функция, на самом деле. Вот она, вот эта производная неявная функция, записанная через производные вот этих, что ли, функций, которые задают эту неявную функцию. Раз, два. Так, значит, чтобы найти искомую величину, вот эту вот величину, я, значит, должен по а продифференцировать вот эту вот мою… Словомой альфа от x-катых, и посчитать это при а… То есть, вот что такое локальное преобразование, это величина. Я, конечно же, дифференцирую вот это вот равенство по а, и получаем… Д, вот это а, Дл, а тут равно альфа, да? Преа равно нулю. Преа равно нулю. Равно. Ну, то есть, вот я начал дифференцировать. Производная эта, она с этой… Переставляется, коммутирует. Значит, и тогда у нас получается Дл, Дл, альфа, под а, приа, на нулю. А эта величина у меня по определению называется, это альфа. Равно. 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 Так, вот это все. Так, смотрим дальше. Значит, я должен вот это дифференцировать и вот это. То есть, это будет сумма двух таких. Д по ДА у с волной альфа КТ приа равном умножить, умножить, умножить. Д, ДЛ, . ДЛ, с волной альфа КТ приа равном умножить, умножить на Д, Д. 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 Армурное. И. Как нов. Отлично. Я выбираю цель. Ставаем армурное. Вот здесь появляется то, что мы ищем, а именно вот этот закон преобразования производства. Дальше, здесь при а равном нулю, ну разумеется, мы должны вот это а равное нулю взять, для этой величины x-волной и во что это превратится? Это превратится в старые координаты . Каждую из этих старых координат мы дифференцируем, но координаты зависят только от самих себя, значит, из этих полных производных остается только производная O . И разумеется, у нас получится дельта К . Дальше, значит, здесь у нас вот эта вот производная новая по-новому, ну и те, и другие превращаются в старые, превратится у нас в производную вот так. Ну и, наконец, здесь мы снова перенесем вот эту производную по А за знак вот этой полной производной, да? И тогда мы увидим, что здесь у нас получается локальное преобразование известного переменного. Дельта К . Ну вот, значит, смотрим на начало, на конец. Ну, здесь вот у нас идет, как бы, сумма по повторяющимся индексам и дельта символов, да? То есть это z альфа . Вот, и у нас появляется вот этот самый закон преобразования переменных. Так. Вот он. Значит, справа у меня вот что. Минус, вот то, что тут написано. Фунм альфа . К . Дельта. Значит, минус, вот то, что тут написано. Фунм альфа . К . Д . Ну, вот это общая такая идея, которая позволяет применять, что ли, теорию вот этих, ну, например, групповых преобразований к дифференциальному уравнению. Видите как? Мы объявили часть переменных там зависимыми-независимыми и для них определили преобразование, ну а для производных вот эти локальные преобразования, они уже порождаются. Преобразование независимых и зависимых переменных. Вот это, явно видно, как это делается. Вот оно, локальное преобразование, вот это вот преобразование функции, преобразование координат. Значит, что тут написано на самом деле? Ну, надо не забывать, что вот эти вот секаторы, они зависят у нас как от координат, так и от функций. И это альфа тоже зависит от координат и от функций. И, значит, когда мы будем считать вот эти полные производные, тут появятся двух соответствующих производных. Во-первых, по координатам, а во-вторых, еще производные по функциям, которые содержатся в этой полной производке. То есть, на самом деле, вот эти си альфа н, это, ну, по сути своей, это будут такие производные, производные от преобразования функций и преобразования координат. И тогда сам вот этот критерий инвариантности, это что будет такое? Это будет дифференциальное уравнение для локальных преобразований независимых координат и функций. Ну, правда, эти дифференциальные уравнения, это как бы является отдельным удивительным фактом, они оказываются в каком-то смысле более простыми, чем вот эти вот исходные уравнения, которые задают многообразие. Зачастую уравнения как бы дифференциальные решить трудно, а вот эти вот уравнения для функций кси и это, несмотря на то, что вроде бы много их и так далее, то есть, получается, что тут этих неизвестных функций в этом уравнении много, нет, вот оказывается, что это решается. Ну, это просто как бы из практики так получается, если много примеров просматривать, то можно увидеть. То есть, это деятельность, которая очень хорошо алгоритмизирована, вот за что ее любят, за то, что тут есть четкие алгоритмы, за счет этого большое количество работ появляется, ну, вот, скажем, сегодня, откройте математические журналы, большое количество работ, посвященное вот расчету каких-то симметриях, каких-то определенных там дифференциальных уравнений, ну, и обобщения этой методики и так далее, и так далее. Вот, там написаны всякие там компьютерные программы, связанные с символьными вычислениями, которые это все позволяют делать, и так далее, и так далее. Так, ну, и, наконец, я просто запишу, как это все дело выглядит для системы уравнений уже произвольного порядка, не обязательно для первого порядка, а что получается для системы произвольного порядка. Значит, обозначения немножко изменятся у нас, максимально общими, вот, максимально компактными, но, соответственно, в чем-то это удобно, а в чем-то, значит, может вести в заблуждение. Итак, значит, последнее, это уравнение в частных производных M-ного порядка. Итак, во-первых, 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 так, значит, я введу вот такой вот мультимикс, значит, величина, которая может вводиться по-разному, я ее введу в следующем опусе. x это s1, s2, и так далее, sn, где вот эти вот, s1, s2, и так далее, sn, это номера координат, по которым берутся производные. Ну, то есть, скажем, d3, u по dx1 в квадрате x2. Я буду записывать, как u, значит, d1, 1, 1, 3. Вот так вот выглядит. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ну, то есть, это будет третья производная, вот, как мультииндекс читается таким опусом. Итак, значит, с вот таким обозначением производная u, α, s, вот так вот, это вот что такое. d, n, u, α, d, x, s1, d, x, s2, и так далее, d, x, s, n. Вот, значит, как прочитывается. Значит, пытаем подключение. Ну, и разумеется, мы можем считать, что u, α, f, 0, это будет просто u, α, нулевой мультииндекс, таксущественное. Ну, когда записано вот такое обозначение, записать наше многообразие, которое задается системой дефицита, дефицитальных уравнений частных производных M-ного порядка, очень просто. Пожалуйста, это система дефицитальных уравнений. Ну, тут, как бы, предполагается, что вот, если мы говорим о том, что s, это обязательно M производные, не обязательно, на самом деле, но из них какие-то могут быть нулевые, и тогда это будут просто производные меньшего порядка. То есть, если тут проявляется ноль, отсутствует призывание где-то, да, сколько там нулей в конце, то это будет производные просто нервные, а меньшего порядка. Так, значит, дальше. Как теперь записывается критерий инвариантности? Ну, критерий инвариантности записывается в следующем окно. x, f, n, p, n на многообразие n равно н. Но теперь под x, под x понимается уже, ну, много более сложных. С икат, 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 икат. То есть, соответствующее локальное преобразование для функций, они сюда включены, и для всех производных, частных производных этой функции. Ну, сами по себе локальное преобразование, это что такое? Дальше. Вот, это альфа нулевая, это альфа, это у нас 2, альфа, это альфа, это альфа. Ну, а, значит, для всех, всех вот этих последующих производных, давайте я все-таки напишу тут вывод очень краткий. А, значит, мы получаем формулу аналогичную предыдущей для первых производных производных. Давайте убедимся в этом. Итак, если мы рассмотрим дифференциал, но теперь уже некоторой S-той производной, да, с внутренней смс, то это с одной стороны будет у нас такая вот полная производная от вот этой величины. А с другой стороны, это будет у нас точно так же, как в прошлый раз. Мы по новой переменной вот эту вот нашу функцию дифференцируем и берем, домножаем на дифференциал вот этой новой переменной. А этот дифференциал снова записываем по вот этому правилу. Ну и очевидно, что выкладка будет выглядеть точно так же, да. То есть снова мы приравниваем коэффициенты при вот этих вот дифференциалах независимых переменных. Вот это вот равно вот этому произведению. Снова дифференцируем ОА при А равном гулю. Все абсолютно точно так же, да, делается. И в конце концов мы получим вот такое вот правилу. Ну альфа. Значит, вот с равно. Дельференциал. Так, тут же у нас. Так, значит, а вот здесь вот U, A, F, X, X, D, K, A, F, X, D, K. Ну вот, закон преобразования вот этих вот производных новых функций. Так, ну не знаю, сколько уровень? На половину? Ну, на половину, да. Так, пожалуйста. Ну хорошо, ладно, значит, в следующий раз я тогда вот с оператора или г-пункта начну, и это вторая форма критерий вариантов. А сегодня хватит, наверное, нет? Вот. И потом уже будем рассматривать вариационные цели. Это мы просто как бы повторили, немножко повторили основу формализма, который в прошлый раз рассматривали. То есть в следующий раз когда встречаемся? Ну, так же в десять. Так же в десять, в четверг, да? Я исчез? Высо. Ну и учу. Высо. Продолжение следует...